Привет! С вами Наталья Скорнякова. И сегодня мы поговорим про рукава, похожие на дырявый мешок, про головные уборы, похожие на седло, и про гранат, то есть про женскую моду во Флоренции середины 15 века. Это видео сделано в коллаборации с каналом Влада Кабы. И если вы любите историю искусства, то рекомендую сразу на него подписываться. Вот по этой ссылке. Сегодня в фокусе двойной портрет кисти Филиппа Липпи. Влад в своем видео расскажет все про символику этого произведения и про его героев. А я покажу вам платье, которое шило, вдохновившись этой картиной. Между двухцветным платьем из нашего недавнего выпуска и вот этим разница всего в 50 лет. И за такой короткий промежуток времени модницы уже успели понять, что складки на платье можно подчинить своей воле. Сделать отрезными, закрепить на корпусе и даже подбить немного ватой для объема. Выбор эффектных рукавов для верхнего платья стал тоже немного больше. Но в 1440-х наибольшей популярностью пользовались маленькие агоцы. Буквально это можно перевести как рукава в форме птичьего зоба. Чем они хороши? Тем, что их можно было носить двумя способами. Например, продять руку в нижнее отверстие, как на картине. Я, правда, сделала его не настолько широким. И совершенно зря. А можно продеть руки в длинные прорези. И тогда маленькие агоцы будут свисать сзади, вот как на этой фреске. Как и всякая экстравагантная деталь. Подобные рукава были в тренде около 50 лет и затем вышли из моды. Но пока они были на пике своей славы, их любили по всей Европе. В Бургундии, Германии и даже в Англии. И мужчины, и женщины. И, кстати, вот на этой знаменитейшей картине у дамы вариация на тему подобных рукавов. Что и неудивительно. Портрет Четернольфини создан в 1434. А двойной портрет Филиппа Липпи в начале 40-х. А кто именно изображен на этом портрете? Об этом чуть больше знает Влад. Чао Рогатси. Музей Метрополитен выдвигает версию, что на портрете изображен молодой наследник семьи Сколари. Его отец очень и очень серьезный финансовый магнат из Флоренции. Он работал на разных политиках. Одновременно он был и кондотиером. По-русски это генерал армии наемников, которые за деньги готовы воевать хоть за самого дьявола. Помимо этого он был рыцарем Ордена Дракона. Того самого Ордена Дракона, в котором состоял Влад. Но другой. Дракула. Браво. Более того, по итальянским архивным источникам, своей жестокостью, он не уступал Владу Дракуле. Теперь вы понимаете, почему на картине фра Филиппо Липпи так много красного цвета. Еще я хочу обратить ваше внимание на треугольный вырез на Чоппе сзади. Даже для прогрессивной Италии это весьма большое и довольно откровенное новшество. Обнажать настолько сильно женскую спину. Даже 20 лет спустя, в начале 60-х, дочери маркиза Ладовика Гонзага пришлось спрашивать разрешение у своего отца, чтобы шить себе платье с подобным вырезом. И маркиз был вынужден дать согласие. Потому что это была уже вторая попытка выдать одну из своих дочерей за миланского герцога. Но с первой, Сусанной, случился конфуз. Как-то так вышло, что у нее обнаружился горб. Сусанну оперативно заменили на Доротею. И папа уже не артачился с глубиной декольте. Ведь оно позволяло продемонстрировать жениху ровную спину невесты. Кроме модной линии выреза, декольте дама украшала простая нитка жемчуга, коралловых бусин или, как в нашем случае, более сложное ожерелье. Нечто подобное вы могли видеть на вот этой картине Петруса Кристоса. Талия все так же остается завышенной. И эту линию помогает создать пояс. Немного внезапно украшение лилиями, которое у многих ассоциируется с королями Франции. Но те, кто хоть раз был во Флоренции, видели в каждой туристической точке красную лилию на белом фоне. Ведь это флорентийский герб. Дальше. Вот эта шапочка с такими характерными вырезами на висках. По-итальянски она называется куфья. И во Флоренции был даже отдельный цех, занимавшийся изготовлением таких головных уборов. Потому что кроме простого варианта, как в нашем случае, могли быть и вот такие. Жесткие и в изобилии обшиты драгоценностями. В Италии этот фасон был в моде практически все столетия. И те, кто смотрел наш выпуск про френч-худ, должны вспомнить красную шапочку в качестве второго слоя. Я еще тогда говорила, что, по моему мнению, ее корни из Италии. А теперь снова посмотрим на портрет. Узнаете изгибы куфьи? Этот сложный головной убор в Италии назывался селло, что переводится как седло. Почему так? Станет гораздо понятнее, если взглянуть на селло с разных сторон. Не только сбоку, но спереди и сзади. То есть, получается, куфью сделали жесткой, закрепили на ней валик и еще кое-что. На этом моменте я снова напомню вам один из наших роликов. Там, где мы переворачивали шаперон с ног на голову. Нет, на даме с портрета не эта конструкция. Всего лишь ее отдельные детали. Вот оплечи ближе к нам, а вот длинный хвост не спадает по плечу. Правда ведь теперь стало немного понятнее? А хотите знать больше про эту картину? Тогда переходите по ссылке в описании под видео и смотрите выпуск от канала Влад Кава. История искусства. И по поводу прически. При слове итальянский ренессанс все, конечно же, представляют себе нечто подобное, а не как непростой хвостик. Можно было бы сказать, что мы просто поленились во время съемки. Но нет. Источник этой простоты тот же, что и для красной шапочки. Ну, окей, эта фреска создана на 30 лет позже и не во Флоренции, а в Феррари. А так, абсолютно приемлемая прическа на каждый день. И раз мы дошли до момента, когда модель пора раздевать, я хочу вам ее представить. Это Анна Васильченко, руководитель ансамбля старинной музыки Kings and Beggars. Именно их музыку вы наиболее часто слышите в наших видео. И сегодня как раз отличный повод посоветовать вам их страничку на бендкэмпе, где всю эту музыку можно приобрести. Ссылка в описании под видео. А еще это платье носит главная героиня в одном из клипов Kings and Beggars. А теперь расстегнем чопу. Одна пуговица и пару крючков спереди. Как и всякую тяжелую верхнюю одежду, ее гораздо удобнее снимать через ноги. Одежда, которую вы сейчас видите, называется гамура. И это одна из первых моделей женского платья с отрезной юбкой. Правда, в те времена, когда я его шила, а это было 15 лет назад, у меня не было достаточного количества изобразительных источников. Вот этот бюст со спины я увидела только 4 года назад, когда добралась до него во Флоренции. А про то, что до нашего времени сохранилась гамура Азана и Андреази, я узнала еще позже. Иначе бы вырез на спине тоже сделала треугольным. Но вы уже поняли, что это за тренд. Ну и талиевый шов я бы не подняла настолько высоко. Тогда мне казалось логичным, что раз верхнее платье перепоясывается под грудью, то и нижнее должно в своем крое ориентироваться на него. Но нет. Что еще здесь интересно из конструктивных особенностей? Двухчастные рукава. Вы уже их видели в недавнем выпуске в мужском костюме. Их верхняя часть широкая и простеганная, а нижняя это по сути высокий облегающий манжет. Он шнуруется в нескольких точках, что позволяет показать нижнюю рубашку. Неслыханная вольность для всего средневековья. Чтобы снять гамуру, нужно ослабить все эти завязки на рукавах и не забыть про переднюю шнуровку. И кстати, в одной гамуре дама никогда не выходила за пределы дома. Минд, где сестра Лоренцо Медичи идет на тайное свидание в одной гамуре и плаще, полный бред. Не говоря же о том, что в 15 веке не существовало плащей с пришитым к нему капюшоном. Благо в итальянских палаццах часто был внутренний дворик, где в таком виде девушку могли лицезреть немногие избранные. На эту тему даже сохранилась история из переписки матери Лоренцо Медичи. Весной 1467 года она поехала в Рим в поисках подходящей пары для сына. А в апреле уже писала своему мужу, что имела шанс видеть Кларича Арсини в ее гамуре, что дало ей возможность лучше составить мнение о фигуре и осанке молодой девушки. Но в одной рубашке даму могли видеть разве что служанки и муж. Впрочем, не менее интимная деталь женского костюма – неизменные чулки до колена с подвязками. Остроносая обувь все еще не сдает свои позиции, даже в Италии. Но теперь поговорим, насколько в этом платье реально активно двигаться. Видите ли, изначально весь этот комплект я шила для танцев. Так что вместо множества слов несколько архивных видео. А если уж совсем танцы веселые, подол платья можно прихватить таким вот образом. Хотя, конечно же, проще танцевать в одной гамуре. На этом на сегодня у меня все. Моя огромная благодарность Владу Каве за участие в этом выпуске и за его невероятно стильный и интересный канал. Аня Васильченко за то, что украсила собой это видео. И всем нашим донаторам на Патреоне. Все ссылки в описании под видео. Подписывайтесь на канал и скоро увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok